Кто стоит за усилением так называемой антитеррористической операции Киева против народа Донбасса? На чьей стороне ополченцев или силовиков сейчас перевес? Кому и зачем понадобилось сбивать малазийский Боинг? Обсудим с гостем студии. У нас в гостях народный мэр Славянска Вячеслав Пономарев. Вячеслав Владимирович, приветствую вас. Здравствуйте. Итак, рад видеть вас в Москве, во-первых. Банали. Давайте начнем с такого вопроса. Почему Киев ведет такую пропагандистскую акцию? Говорят, что ополченцы отступают, врут, путают факты. Для чего это делается? Лживость свою украинские СМИ показали, как и правительство, то есть хунта. Они боятся показать правду, что Киев умирает? Самая главная их цель – это полностью дезинформировать население Украины, что происходит на Юго-Востоке. Под этим видом им, естественно, проще охмурить такую массу людей, дать им в руки оружие и бросить на проведение так называемой антитеррористической операции. По сути, зачистки Юго-Востока. Что сейчас там происходит? Есть разница? Самая настоящая война. Самая настоящая война с применением всех видов вооружения. Это и системы залпового огня, и танки, и артиллерия крупнокалиберная. И ни для кого не секрет, что кроме вооруженных сил используются силы наемников. Мы знаем три частных военных компаний, которые проводят там операции. Две американских, одна польская. Как сейчас поменялся сам подход ведения войны к Киеву после того момента, как вы были в Славянске и сейчас? Они пытаются любой ценой лишить нас территории. То есть, ну, не всегда у них все получается так, как они хотят. Поскольку у нас разный подход. Наши бойцы стоят за землю нашу, за веру нашу, а ихние только за деньги. И то за чужие. Что касается всеобщей мобилизации, как вы к ней относитесь? Почему люди не активно хотят идти против своего же народа? Знаете как, по прошествии четырех месяцев активного противостояния, именно войны, боевых действий, я думаю, уже всей Украине стало известно, какие потери несет украинская армия. И счет уже на тысячи идет, именно я имею ввиду погибших с их стороны. По раненым, конечно, тоже огромное количество. В Закарпатье мы сейчас видим, проходит митинг, люди выходят и отказываются. Конечно, конечно, потому что они в жизни видят совсем другое. То есть, когда приходят извещения о гибели их соседей, близких и родных, и в то же самое время они наблюдают по телевизору совсем другую информацию, то есть, они сами чувствуют, что где-то какая-то, наверное, несостыковка. Ну и плюс информация, которая приходит нам из западных регионов, ну, оставляет у нас такое мнение, что все-таки народ поднимется в конце концов и скажет свое «нет» этой хунте. Что касается гуманитарных коридоров, почему они сдаются только на словах? Почему Петр Порошенко не может организовать выход хотя бы детей, не говоря уже о тех, кто там остается? Для создания паники и нестабильности в тех районах, которые контролируются Донецкой Народной Республикой, Луганской Народной Республикой. Это в основном делается только для этого. Понимаете, мне, например, лично приходит очень много писем из Донецка, из Луганска и так далее, с тем, что люди готовятся к смерти просто. Они это уже воспринимают как вот им некуда бежать. Для них ничего не делается. Понимаете как? Люди поддерживают нас. Они понимают, за что мы встали, за что мы воюем, почему мы оружие в руки взяли. И, честно говоря, у них все-таки остается последняя надежда, что враг не зайдет на территорию, где они проживают. Поэтому они и остаются. Другие люди остаются только из-за того, что у них там свои огороды, хозяйство, будем так говорить. То есть желают его сохранить. Например, в Донецке сейчас остается почти 50 детей из больных ВИЧ-инфекции. И никак им не дают оттуда уехать. Почему такое нежелание, уполномоченным по правам ребенка на Украине, не позволить вывезти оттуда хотя бы детей? Грудные, те, которые не имеют никакого отношения к этой войне. Я хочу еще раз повториться. Я неоднократно это говорил. Поймите правильно, это фашисты. То есть у них совсем другой подход к жизненным ценностям. У них все совсем по-другому. Поэтому... С кем стоит искать вот эти точки соприкосновения, если не с Порошенко? И о Кламойском я так же не говорю. Кто сейчас оказывает действительное давление? Лично мое мнение такое, поскольку у Порошенко и Ижи с ним есть кукловоды на Западе, в США. То есть эти вопросы должны, по-моему, решаться уже в Америке. Но они там вообще не признают до сих пор о том, что... Да, Украина, она не подконтрольна ни Порошенко, никому бы то ни было другому. Они все преследуют только свои частные личные интересы. И руководствуются тем, что им скажут из Запада, США. Все. Как вы считаете, вот если взять Порошенко и Коломойского, кто является инициатором вот этой вот войны, карательной операции, кому это выгодно? По сути, вообще-то, по-моему, выгодно им обоим. Одному, чтобы удержаться в кресле президента, а второму, чтобы отбить те деньги, которые ему же затрачены, то есть Коломойскому. Он вполне реально рассчитывает, как говорится, перекрыть свои расходы активами товарища Ахметова. То есть, ну, заводы, фабрики и так далее и тому подобное. Но я не думаю, что так все легко и пройдет. Дело в том, что недавно была информация тоже такая вот у нас прошла от нашей разведки о том, что Порошенко отдал приказ о развооружении правого сектора там на отдельном участке. Вот. Правый сектор решил оружие не складывать, поэтому был открыт огонь на поражение, завязалась перестрелка между двумя подразделениями, то есть правого сектора и украинской армии. В итоге украинская армия этих правосеков уничтожила. Ну, родным отписали, что они либо дезертировали, либо еще что-нибудь, как они обычно пишут это в таких случаях. Ну, понятно, что гарантии Петра Порошенко это вовсе не гарантии, когда есть второй лидер. И что вот по поводу сбитого, например, малазийского Боинга вы считаете? Его, мое мнение, то есть и наши, в общем-то, его сбили украинские войска. Конкретно я, то есть не видел, не могу сказать, для чего, как вы считаете, это сделано? Почему именно на этой территории там? Буквально не хватило нескольких десятков километров. Масса разных вариантов, как говорится. Но самый такой оптимальный, это для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности и показать, что якобы войсками ДНР сбит гражданский самолет. Это первое. То есть вылить, как говорится, ушат грязи на наше освободительное движение в очередной раз. Не получилось, потому что нет у нас такого оружия. Мы не можем на такой высоте сбивать самолеты. Если бы имели такую возможность, мы бы в конце концов завалили самолет системы АВАКС, который кружил над нашей территорией. Собственно, для этого получается украинская армия и киевская власть, самопровозглашенная киевская власть, назову ее так, она и путает факты, не допускает к Боингу для того, чтобы действительно все это размыть. И чем дальше, тем как мы видим. Они боятся правды. Правда для них это как крест для сатаны. Поэтому неудивительно, что стреляют и по журналистам, и перекрывают. Есть еще другая точка зрения по этому поводу. Ну, это уже, будем так говорить, на основе такой аналитики легкой, которую я проводил сам. Дело в том, что для того, чтобы, допустим, отвлечь внимание мировой общественности от конфликта на Ближнем Востоке, почему бы и не сбить Боинг на территории ДНР, для того, чтобы все увлеклись гибелью 300 человек, но никак не обратили внимание на гибель полутора тысяч человек в секторе газа. Тоже весьма вероятно, правильно? То есть здесь вариантов очень много. Еще один вариант. Когда была окружена 4000 группировка украинских войск на Саур-Могиле, и наши ребята ее просто добивали. Может быть для того, чтобы, как говорится, прекратить пока огонь, и дать возможность выйти им, потому что они пытались организовать прорывы и так далее, и тому подобное, но наши парни, слава Богу, со своей задачей справились. Как вы считаете, дальнейшее развитие событий? Чего нам ждать дальше? Да что ждать? Война идет. Ну, скорейшего окончания боевых действий я, во всяком случае, не вижу. Каратели будут бить до конца, пока не очистят территорию? Понимаете, как... Задача такая. Да, задача у них такая, понимаете, как. Так, вот у них, ну, грубо объясню вам. Наши ребята выбивают половину ихнего подразделения, которое они бросают к нам. Значит, власть киевская снимает оставшуюся половину полностью деморализованную и закидывает новую, такой же самый батальон, который потом потихонечку по времени, опять же, мы половиним. Вот, и таким образом они, ну, вот этот ресурс они держат, ну, одинаковый. Но этот же ресурс, он не бесконечный. Люди-то гибнут. Поэтому и мобилизацию объявили, и денег предлагают. Они это прекрасно понимают, то, что люди, которые... А люди не хотят, люди уже понимают, что это такое. Уже начали понимать, во всяком случае. Начали понимать жены, начали понимать матери, которые, ну, не знают судьбу своих детей. И...